МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нижегородская область переходит на цифровое телевидение. Оно придет на смену устаревшему аналоговому вещанию. Всем жителям региона будут доступны 20 цифровых каналов без какой-либо абонентской платы. Отключение аналогового вещания в регионе запланировано на 3 июня 2019 года. С этого времени все каналы, входящие в первый и второй мультиплексы, будут доступны только в цифре. Отключение аналога никак не повлияет на абонентов кабельного телевидения. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило план перехода россиян на цифровое телевидение. Отключение аналога и полная замена на цифру в стране идет по определенному графику. Для жителей Нижегородской области обозначена дата 3 июня 2019 года. Однако это не распространится на операторов кабельного телевидения. Наши жители, наши абоненты, в частности, будут получать как аналоговое вещание, так и цифровое. Поэтому наших абонентов, в принципе, это никаким образом не коснется. Абонентам предлагается на выбор два пакета телеканалов. В первый стандартный входят аналоговые каналы и общедоступные цифровые. Во второй – все цифровые, а также каналы высокой четкости, которые вещают в HD-формате. Для того, чтобы пользоваться тем или иным пакетом, следует заранее изучить характеристики своего телевизора. Есть телевизоры, которые поддерживают определенный формат вещания. Есть телевизоры, которые этот формат вещания не поддерживают. Я сейчас поговорю про цифровой формат вещания. При цифровом вещании по одной частоте можно одновременно передавать целый пакет каналов – мультиплекс. Цифровой сигнал «Не боится помех в эфире» позволяет подключать различные дополнительные сервисы для зрителей. Если у пользователя современный телевизор, который поддерживает нужные стандарты формат видео для перехода на цифровое телевидение, Ничего дополнительно покупать не надо. Еще один вариант – стать абонентом кабельного телевидения. Если телевизор старый, купленный лет 10 назад и более, если есть желание смотреть цифровые каналы, человек может к нам обратиться, и мы подключим цифровой пакет, стоящий из 70 телеканалов. Приставку эту дадим совершенно бесплатно. Отключение аналогового вещания никак не отразится на зрителях нашего телеканала. Канал 16 вещает в сетях всех кабельных операторов города. Праздник со слезами на глазах. 23 февраля закончилась для семейной пары в отделении полиции. Саровчинину не понравилось, что его жена решила прервать веселье в День защитника Отечества в одном из ресторанов города. На просьбу супруги идти домой мужчина ответил рукоприкладством. Чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем сюжете. Нерегулируемый пешеходный переход от главного входа на стадионную Карк парк у имени Зернова обозначен и соответствующими дорожными знаками для водителей и предупреждающими табличками для пешеходов. Но в два часа дня 23 февраля один нарушил правила дорожного движения и проигнорировал предписание предупреждающих знаков, а другой не убедился в безопасности перехода через улицу. Водитель автомашины «Лада Гранта» 55-го года рождения совершил наезд на пешехода 2004 года рождения девочку, которая переходила проезжую через дорогу по нерегулированному пешеходному переходу. Школьница получила серьезные травмы, перелом костей таза, сотрясение головного мозга и была госпитализирована в травматологическое отделение клинической больницы. Пожилой водитель своей вины не отрицал. Он никак не отмазался, просто держался за голову и все. Как так получилось, непонятно. Всего один случай мошенничества зафиксирован сотрудниками правопорядка. С карточки Саровчанина были списаны почти 5000 рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию по факту мошенничества. В ходе разбирательства выяснилось, что данные третьим лицам передала супруга, потерпевшего, получив сообщение от своей якобы родственницы. О том, что ей положены бонусы от Сбербанка. И необходимо прислать номер карты, код на обратной стороне карты и пароли. Женщина передала всю информацию и только после списания денег поняла, что попала на удочку мошенников. Нижегородцам необходимо сделать повторные прививки от курьев в связи со снижением иммунитета к вирусу. Об этом на брифинге по вопросу выявления случаев заболевания курьев в регионе заявила главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Нижегородской области. Вакцинация проводится за счет федерального и регионального бюджета. Сделать повторную прививку может любой желающий. Бесплатно в поликлинике по месту жительства. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В областной прокуратуре ждут звонков от бизнесменов. 26 февраля в регионе пройдет горячая телефонная линия по теме воспрепятствования органами власти в осуществлении законной предпринимательской деятельности. Обо всех случаях нарушений, в том числе незаконных отказах, уклонениях от предоставления разрешений и необоснованных контрольно-надзорных мероприятиях можно сообщать по телефону 8 920 027 30 49. Звонки будут принимать с 2 часов дня до 6 вечера. Прожиточный минимум в Сарове вырос больше, чем на 600 рублей. Такие данные со ссылкой на Комитет по управлению муниципальным имуществом опубликовали в городской администрации. По последним данным, средний показатель для всех групп населения составил 10 248 рублей. Это на 634 рубля больше, чем в январе прошлого года. Организаторы проекта «10 песен атомных городов» выложили в сеть новый клип. Музыканты исполнили песню «Оранжевое настроение» группы «Чаев». В этом году коллектив, подаривший любителям рок-музыки такие хиты, как «Не со мной», «Аргентина Ямайка 5.0» и «Ойо» отмечает 25-летний юбилей. По традиции, в записи клипа приняли участие музыканты из всех закрытых городов атомной промышленности, в том числе и соровчане. Полную версию клипа можно посмотреть на сайте YouTube. Пожелали удачи в предстоящих играх и поговорили о перспективе для любительского хоккея в Сарове. В преддверии плей-офф чемпионата Нижегородской области в высшей лиге среди мужских команд глава города Александр Тихонов провел встречу с игроками и руководством хоккейного клуба «Саров Инвест». Подробнее о беседе представителей городской думы, администрации и духовенства со спортсменами расскажем в следующем сюжете. На встрече главы города с хоккеистами «Саров Инвеста» речь шла о том, как зарождались и развивались непрофессиональные команды в нашем городе. Как и в случае со многими другими командами, идею создания «Саров Инвеста» поддержали городские власти и компания-спонсор. Сегодня игры с участием хоккеистов-любителей привлекают все больше саровских болельщиков. Глава города и сам частый гость на домашних играх «Саров Инвеста». Я хожу там на игры, когда есть своя возможность, то зрители все больше и больше ходят на игры. Я думаю, что будет тенденция увеличиться. В команде «Саров Инвест» играют горожане – чьи-то сыновья, мужья, отцы и братья. И саровский зритель приходит поболеть именно за своих близких. Люди-то такими соревнованиями, в общем, высокого уровня как-то присыщены, потому что есть телевидение, есть там и так далее. Поэтому подчас интересней смотреть команды, которые, ну, где много своих игроков. Игры с участием «Саров Инвеста» смотрят не только в нашем городе. К прямым трансляциям, которые идут в группе команды ВКонтакте, присоединяются любители хоккея со всей области. Большой отклик очень из районов смотрят. То есть ваши игры смотрят те районы, те города, которые приезжают к нам сюда играть. Они очень большое внимание уделяют именно зрителям. Однако, как признаются игроки, порой для всех желающих льда в городе не хватает. В перспективе в новом районе могут построить фок. Прорабатывается также вариант муниципально-частного партнерства по созданию многофункционального торгового центра, скрытой ледовой ареной в Старом районе. Я думаю, что чем больше льда, чем больше возможностей у молодых людей, у наших детей заниматься спортом, кататься на коньках. На следующий день прошла первая игра в рамках плей-офф чемпионата высшей лиги. Матч с городецким «Спартаком» завершился со счетом 9-7 в пользу соперника. В субботу до «Мусоров Инвеста» будет шанс взять реванш. Во Дворце детского творчества прошел фестиваль солдатские песни для военнослужащих Саровской дивизии. В этом году его посвятили 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В свои 8 лет солист вокальной студии «Олегра» Алексей Федин рассуждает на серьезные темы и исполняет военно-патриотические песни. Самый юный участник фестиваля посвятил композицию всем воинам, погибшим в локальных конфликтах, и ветеранам своими глазами, видевшим те страшные события. Вывод из Афганистана был огромной радостью для многих жен, матерей, детей, воинов. И все женщины молились, чтобы их сын остался в живых. У фестиваля солдатской песни «Богатая история» его организаторами на протяжении 18 лет выступает городской союз старшеклассников «Статус». Свои творческие номера представили солисты и коллективы из семи школ города, Дворца детского творчества и молодежного центра. В этом году фестиваль посвятили 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Наверняка, если бы несколько павших человек из нашего города их не было, может быть, до нас бы, возможно, и дошли бушмены или же какие-то террористы. Все играет только мужество и храбрость. Сегодня в нашем городе живут порядка 85 свидетелей событий в Афганистане. Многие из них награждены боевыми орденами и медалями. Союз ветеранов Афганистана и Чечни оказывает поддержку участникам боевых действий и семьям погибших. Главное направление работы – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы уходили из Афганистана с развернутыми боевыми флагами и знаменами. Это говорит о том, что 40-я армия выполнила ту задачу, которая была поставлена, с достоинством. Все исполнители отмечены грамотами лауреата фестиваля солдатской песни. Представители Союза ветеранов Афганистана и Чечни вручили участникам памятные подарки с символикой общественной организации. Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Не просто развлечение, а знакомство с историей родного города, его святынями и известными личностями. И это главная задача первого православного квеста в нашем городе. Организаторами игры выступило Саровское благочение. За победу в приключенческом квесте по мотивам Евангелия боролись три команды. Участникам предстояло пройти путь от гуманитарного склада на улице Пушкина до храма царственных стастотерпцев. Подробности далее. В современном мире квесты прочно заняли свою нишу. Они тренируют мозг и позволяют отвлечься от современной рутины, способствуют сплочению коллектива. Популярны такие игры среди молодежи. Именно для своих молодых последователей Саровское благочение решило попробовать эту форму досуга. Это мероприятие, чтобы объединить молодежь, чтобы наладить общение в неформальной обстановке. Иногда мы встречаемся в храме, но там другая обстановка, молитвенные. А здесь уже мы в такой более неформальной обстановке можем пообщаться, объединиться. В основе сюжета известен отрывок из Евангелия о том, как волхвы шли к новорожденному Иисусу. В игре участвовали три команды. Они олицетворяли трех волхвов со своими дарами. На начальной точке игроки получали задания с ребусом, разгадав который, переходили на следующий этап. Какие-то точки будут связаны именно с православными объектами нашего города, какие-то не совсем. То есть все сделано так, чтобы запутать команду, чтобы было как можно интереснее играть. По правилам квеста игрокам нельзя было пользоваться ни автомобилями, ни мобильными телефонами. На помощь пришли смекалка, умение ориентироваться на местности и знания истории нашего города. Какой-то ассоциативный ряд в заданиях указан. Мы должны уловить ассоциации этого человека и вычислить, куда нам идти. К Пасхе и другим церковным праздникам Саровское благочение готовит новые мероприятия для православной молодежи. Присоединиться к участникам могут все желающие подробности в группе «Общины православной молодежи Сарова» ВКонтакте. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Лучшие в личном и командном зачете. Юные спортсмены Центра внешкольной работы стали призерами первенства Нижегородской области по пауэрлифтингу. Подопечные педагогов клуба здоровья Анатолия Волосенкова и Светланы Красновой удачно представили Саров на открытых соревнованиях по троеборью и классическому троеборью, которые прошли в Гороце. Несколько лет назад эти ребята пришли в клуб здоровья, чтобы просто поддержать форму. Но пауэрлифтинг настолько увлек их, что стал неотъемлемой частью жизни. За плечами юношей целый ряд профессиональных соревнований. И в этом году в Гороце воспитанники Центра внешкольной работы в очередной раз подтвердили свой чемпионский статус по троеборью и классическому троеборью. С командой у нас было шесть человек, три юноши, три человека юноши до 18 лет и три человека юнёгров до 23 лет. Выступили, я считаю, очень удачно, хорошо. Заняли четыре первых места в весовых категориях, одно второе. В свои 20 Александр Маслов – кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. На соревнованиях в Гороце молодой человек стал лучшим в абсолютном зачёте в своей весовой категории. Было много участников, много конкурентов, которые были в предыдущих годах. На таких соревнованиях, такого типа, я могу сам утвердиться, понять, насколько я силён. Александр Маслов помогает своим тренерам воспитывать новых чемпионов. Один из самых перспективных его подопечных – Маркел Кокин. На открытом первенстве молодой человек стал победителем в весовой категории до 83 килограммов. А также стал третьим в абсолютном зачёте. За что Маркелу присвоили звание кандидата в мастера спорта России. Я бы не сказал, что тяжело. Я на место как-то не смотрел особо на соперников. А кандидат готовился с сентября. То есть я примерно планировал эти нормативы выполнить. На самом деле это не такой уж и большой норматив. То есть почти то же самое, что и разряд. В общекомандном зачёте областного первенства по пауэрлифтингу команда Центра внешкольной работы заняла третье место. Уже сегодня ребята готовятся к новым соревнованиям. В апреле спортсмены отправятся в Кстово, где пройдёт первенство Приворского федерального округа среди юниоров и юношей. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова